что народ стилов деле ну такое всем привет добро пожаловать на новую сервер по спарже наконец-то мы уже закончили эти поездки по этим фестивалям пора и чизнать пора уже наконец-то заняться машиной тем более как раз под накопилось немножко денег заказал уже несколько ништяков и скоро будем заезжать к серёге но перед этим я хочу немножко рассказать что все-таки мы сделали готовились к этим фестивалям то есть ну что у нас было получается акрофобия перь а ну и все собственно да вот к этим фестивалям я ничего не заснял получается что мы подготовились но так местами что-то подснял ну вкратце расскажу что мы поменяли задние стойки то есть купили уже специально с занижением задней стойки минус 90 их переделывали потом поставили центра в проставке там еще немножко сделали так скажем ну маленький ремонт заменили ремень грм вместе с помпами всяким вытекающими нашли одну интересную причину по которой у меня шкребал двигатель оказывается это шкребал не ремень а вот именно что-то в моторе было в общем так ребята сейчас мы короче идем на тонировку да будем закатываться в хлам пятаком нет серьезно едем на тонировку к ребятам сейчас вам все покажу расскажу что мы будем делать какой тонировкой тонироваться сколько это встало ну соответственно будет ли от этого какая-то польза надеюсь вам понравится не переключайтесь салон заехал сейчас на мойку встретил колю сейчас помою почищу все стекла и поеду на тонировку а а а а а а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну вот солнышко спряталось и все перестало быть видно На солнышке такая есть мутноватость на всех стеклах Как бы не знаю там может нормально или не нормально Ну вот даже вот видно что как бы такой Ну не естественно вот реально видно такой слой мутности сейчас А ну вот как рационышко появилось Вот даже видно Ну не знаю Сижу еще знаю Правда есть какие тут косички небольшие Типа Такие я не знаю это стекло что ли уже Или бы пленка Такие Ну камера не фокусируется А вот Одно тут что-то видимо Не знаю стекло скорее всего Но как-то оно странно Потому что очень сильно обидно Их так хорошо видно с улицы Но понятно что если мельком пробегаться То незаметно Так Вот так вот всякие вот такие вот места Как бы это наверное не знаю Стоит заставить людей переделывать Вот такие вот места Всякие Ну тут еще ладно Как бы оно сейчас просохнет еще Но специально на жаре машину сейчас ставлю Чтобы это все Не знаю прогрелось Пленка Ну влага из-под пленки ушла Стекла я не открываю То есть это все нормально То есть Хоть мне этого не сказали Что можно нельзя открывать Но я все равно их не открываю пока Сегодня вечером съезжу Все как бы покажу Вот Поговорим Ну и мы по цене Как же что-то вышло Причем сначала договаривались на 800 рублей метр А сейчас оказалось Что вообще полторы тысячи Ну ладно хоть деньги были Как бы Вот Вот Ну вечером заеду посмотрю Еще хочется конечно же Отполировать задние стекла Да вообще в круг Прям Таким Прям легким Таким вот касанием Отполировать их Чтобы понятно Что если их давить Это Можно просто все испортить Нормально полировать Тоже это дорого Вот мне просто Буквально легеньким слоем Вот пройтись Полировка И все Чтобы Микроцарапины убрать И большие чуть-чуть Подсгладились То есть И будет уже симпатично Особенно заднее стекло Которое прям Подходишь к нему На все В непонятных почему-то Царапинах В то же время Когда и лобовое Боковые Хотя бы они Не знаю Боковые Это в принципе В нормальном состоянии Вот заднее почему-то Все вот такое Вот Но лобаж я меняю Постоянно Потому что Бес С царапинами ездить Ну что Как видите Я забрал спаржу Да Понятно Что тонировки Видно не будет Потому что Это термальная пленка 80% пропускаемости У нее Специально выбирал Такую Чтобы именно Она защищала От ультрафиолета И соответственно Тоже От такой Так скажем Сильной жары Чтобы прям так Сильно салон Не напекался Понятно что Душно будет В любом случае Это всегда и везде Но вот именно Что какой-то Пластик Где-то Он не будет Уже нагреваться Когда я тем более Буду ставить Свои новые сидения Это как раз Очень сильно Должно помочь От жары Чтобы я садился И не обжигался А также Наконец Сейчас вам расскажу Что в итоге Мы поставили Перед фестивалями Что было сделано С машиной Потому что Все делалось В попыхах Вообще Ни в какую Просто не было Времени записывать Что-то более-менее Паралетики записал А именно Рассказать не было Времени Так что Давайте сейчас вам Покажу Что в итоге Мы и сделали Ну Пленку то в принципе Сейчас я вам показал Какие именно Косички у нее были Еще к парням Не заезжал Наверное Может сейчас Вот прямо Возьму Да съезжу К ним Если они будут На месте Ехать По крайней мере Недалеко Именно один Косяк Это На заднем стекле Есть Что-то Грязь Как эта пылинка Попала И вот именно Есть пузырь Как бы Если опять же Не вглядываться Он не видно Но я заплатил За это дело Большие деньги Чтобы мне Затонировали В круг Да и пленка Самая по себе Не дешевая Это получается Четыре метра По Тысячи пятьсот Ну в общем Пять тысяч Только пленка вышла И три тысячи работа То есть в итоге Получается Восемь тысяч у нас Считаю что это Ну хорошие деньги За тонировку Такие Ну не маленькие Небольшие Так скажем Но Все таки Раз это тонировка Раз ребята Себя позиционируют Как хорошую контору Ну и соответственно Они делают Должны тоже хорошо Потому что Косячить с машиной Мне Ну как бы Если честно Много кто косячил Вот единственное Кто сейчас вывозит Это все до Серега Да и Виталик То есть Ну ладно Речь не об этом идет То есть Что я хочу сказать Вот тут есть Пузырик Я показывал Сейчас не видно Потому что Солнце отражает Это все дело Ну докопаться Поверьте мне Есть к чему Здесь По тонировке Опять такие жучки У меня ползают Ладенько Пойдемте Пойдем Давайте Пойдем на улицу Покажем Что я в итоге Там все поставил На улице Конечно ветерок Уже наверное Засвергил Ладно Начнем Наверное С задних стоек Ну Отлично Конечно Показал Короче По задним стойкам Что было В итоге В Тюмень Я ездил Уже на дохлых стойках Получается От них Ну То есть Подвеска работала Только на воздухе У меня И Вот Как бы все Артур Так и не выходил На связь Ну Артур Это тот Кто делал пневму Поэтому пришлось Как-то Не знаю Выпутываться Трясти Серегу Серега Блин Спасибо Вообще Помогаешь Правда Тянешь долго Со временем Но По крайней мере Все сделал В итоге Мы купили Стойки Минус 90 Техноресор Подобрал Серега Ну Не я ездил Потому что я был на работе Серега ездил Подобрал Самые оптимальные Стойки То есть И по толщине Штока И по длине То есть Чтобы Все было Но Собственно Как и было В итоге Мы как делали Мы хотели Кишки взять Из одной То есть Из старой Починить их И поставить В техноресор Либо Наоборот Из техноресора Вытащить И поставить В старые Но В итоге Это все было геморрно И мы просто решили Ну как мы Серега решил Ну я согласился Опять же на это Взять Отпилить У старых стоек Вот этот Конус Стакан Который держит Подушку И приварить его К новым Стойкам Это Быстро И надежно Вся надежность Заключается Только в качестве Шва Соответственно Ну По поводу швов Я Как бы К Сереге Никаких претензий Нету Варит он Прям как Не знаю Как нож по маслу Наверное Как-то объяснить То есть Варит очень хорошо И сразу Он загерметил Покрасил В красный цвет Чтобы все это Дело не выделялось Получилось Очень круто Наверное Наверное Хочу сказать Что Поставили мы Центра Мои Которые Я заказывал Еще зимой Центра Обошлись В 2000 Это Алюминий По-моему Из точно Такого же Состава Ну Из материала Там Примесь металлов Или как они там Правильно Называются Что и проставка То есть Запрессовывали мы Туда Методом Нагревания То есть Снимали проставку Нагревали До температуры 240 250 Что ли Градусов И просто Прикладывали Вот этот конус Опускали И он прямо Отлично Садился в паз А делали Это все Одни и те же люди Которые делали Мне проставки И конус Поэтому все Как бы по размерам Сошлось И опять же Вымирался Серега То есть Ну вот как бы Смотрится добротно Но Как-то Не знаю В принципе Полирнуть бы Но это уже Потом Планирую расставить Эти диски На зиму Одеть только на них Зимнюю резину Сую липучку Уж забыл Даже как называется Но она у меня Тоже новая А вот эта резина Пойдет на новые диски Которые я буду Собирать зимой Расскажу я лучше Про моторку Сейчас в машине Потому что ветер Наверное Ничего не слышно То есть То его нет Приехала кстати В тупик Вон там у нас Проходит драгрейсинг Здесь все идет Парковка Здесь у нас уже Идет полигон То есть Это мое Любимое место Такая площадочка Тут тихо Спокойно Как бы Я всегда здесь Фотографировал Спаржу себе То есть Первый раз Когда я Супил себе спаржу Я приехал Именно на это место И сфотографировал Наверное Тоже фотографию Приложу Первый день На спарже Но тогда она еще Не была спаржа Она была Золотинка Наверное Цвет был Ну такой Золотистый Не папирусный А как то Они там по другому Называются Но в баллончике Мобихел Точнее даже просто В краске Мобихел Этот цвет Назадится Приз Но приз Он все таки Как то темнее Чем Ну темнователь Чем цвет который Был Но опять же Это все Дело выгорает Но все равно Заводская покраска Не сравнится Все равно есть Какие то легкие Отличия В тонах Ой красавица Правда Сейчас у нас прошел Жуткий ливень В городе Но блин Солнце пошпарило Буквально час И вообще Буквально Как будто и не было Вот кстати Косячок Про который я говорил Вот эти вот Пузырики Всякие То есть И вот опять же Стекло Вот мне не нравится Как выглядит стекло Видите Оно все в таких Микро царапинах Как бы Я хочу это попробовать Ну опять же Сезти к парням Спросить по поводу полировки Узнавал я кстати Ну про полировку В интернете читал То что ее как бы Блин Можно сделать Но ее надо прям Вообще аккуратно Качественно сделать И ну я просто Как бы хочу Звять Ну Полировку Прям легеньку Легеньку Чтобы мне Даже парни Которые кузов Наверное полируют Именно Той же херней Это все дело Сделали Потому что Понятно что В одеяло Выводить это Пипец Спрощеновые стекла Купить и поставить Но стекла Как бы все Оригинальные у меня Заводские еще Все с пескоструем Все с этими Номерами Как бы Поэтому я не хочу Этого делать Ну и опять же Ездить за царапином Тоже не хочется Хотя бы вот Именно вот этим Самым простым Легким вот Касанием Даже как-то Не знаю Рукой наверное Что-то придумать Потереть Вот это все дело Как бы чтобы И микро Вот эти царапины ушли И большие Сгладились Хоть как-то Скажу по поводу Наклейки Не бомбите Что здесь написано Стэнс сити Стэнс без Е в конце Это как бы Слитно по сути Должно быть Вычитал эту Херню Была такая одна тема Небольшая По поводу Стэнс сити Вот именно Стэнс сити Написано вот так вот Слитно С двумя эс И стэнс без е И это все дело Не раздельно А вот именно Две эс И слитно То есть собственно Что-то у меня И сделано То есть это своя тема То есть вы там Не думайте что Прямо я совсем даун Ничего не шарю Как бы И тут как бы Должно быть Стэнс сэ Еще и е в конце И это дело раздельно Нет Вот именно так Как должно быть У меня сделано Подкапотка Кстати загрязнилась Я еще не дошли Руки ее снова помыть Поменяли мы Ремень ГРМ Со всеми помпами Помпу поставили Какую-то Блин забыл уже название Турбо 2 знаю Что когда Даже дросселем дергаешь Она все патрубки Прям хорошо Так давление Хорошую давку Оказывает Циркуляция От антифриза Прям отлично идет Поменял антифриз Собственно Поменял у Виталика Масло Залил Shell Helix Ультра Такая золотистая Синтетика Ушло у меня 4 литра Купил 4 литра На добавок Просто я думал Что масло Такое себе будет Но оказалось В принципе оно нормальное Довольно таки даже Зашел я в магазин Хотел купить масло Смотрю Shell Helix Ультра И по цене Это все дело 4 литра 2000 Литр 7 соток Я такой Пришел Охренел Как бы 2000 за 4 литра Доливка 7 соток Как-то что-то По ценам Хрен знает Ну Все-таки Купил 4 литра Чуть-чуть Подзалил Сое старое масло Потому что Я все равно Я взял на Shell Helix Синтетика В одном из видео Я показывал Кстати Масло То что Какое именно Заливал Shell Helix Ультра Такое Серая такая Канистра Поменяли фильтр Решил я Помыть поддон Поменять резинку Поддона И в поддоне Мы нашли По итогу Волт Что он там делал Непонятно Откуда он взялся Тоже Но видимо Это он Издавал этот Непонятный звук Под мотором Многие наверное Слышали Когда я проезжал Ну еще где-то В фестивалях Заводился Был такой Скрэжит Как будто напоминал Виск Ремня ГРМ Нет Это оказался Именно болт Он видимо В поддоне Туда-сюда ходил Его срезало Буквально практически Наполовину Реально Откуда он оказался Непонятно Но после того Как мы его убрали Звук прекратился Слава богу Что его нигде там Не заклинило Не переклинило Но тоже Болт валяющийся В поддоне Цеплял Тоже не есть хорошо Как бы В принципе ладно Поддон мы достали Поменяли резинку Потому что резинка Не менялась еще С завода Это 18 лет получается Машине уже И вот В 17 лет она стояла Помыли полностью Поддон Прочистили От тех шелей Помыли Также защиту Так что сейчас У меня с поддона Бежать вообще Не должно То есть И грубо говоря Получается Масло будет уходить Только жором мотора То есть Мотор будет Потихоньку кушать Что в принципе Он и делает Ну в принципе Вот как я залил Сколько езжу Пока еще лампочка То что доливать Еще не загоралась А менял я его Наверное Ну 300 километров назад Еще Ну как бы нормально Если что У меня есть еще На доливку Так что все С маслом Мы разобрались Также забыл сказать Что мы Поставили Диодную подсветку То есть РГБ ленту Под днищу пустили Управляется Это все дело Вот с этого Пультика у меня То есть Самый простой Комплект Я купил у Илюхи Который у нас На Киарео катается Занимался он фарами Поставил мне Это дело Серега Вот сюда То есть Именно блок И буквально Три диода Чтобы я Когда включал Увидел что происходит И соответственно Раз это Китай Ловит это все Дело хреново И поэтому Пультик у меня Всегда под рукой Соответственно Кармашек есть для него Блок Именно у меня Над педалями То есть Пультик как раз Хорошо спокойно Взял Переключил И ты видишь Что у тебя происходит Соответственно То же самое происходит По днищу Пустили мы МПК По порогам Мало кто еще успел Соценить по сути Потому что На фестивале Мы еще особо не ездили Только на Акрофобию С этим делом съездили Да и так По вечерам катаюсь Как бы народ Охреневает Уже Такое ощущение Как будто возвращается Этот стиль 2007 года Только уже С нормальным расположением Колес варке Так скажем Отчего ушли К тому и пришли Уходили вроде все От 2007 года От этого колхозного чунинга В итоге все к нему И возвращаются Только Немножко в переделанном Формате В виде колес Я забыл Обозначить Что стекло Вот именно Такой радугой Небольшой Переливается Мне это очень нравится Прикольно Так смотрится Такая Прямо радужная Такая штука Кстати Забыл Также упомянуть Что Тонировка Именно не серая А чуть-чуть золотистая Ну может уже сказал Не знаю Но это плохо Очень видно Это то есть Ну грубо говоря Только я вижу То есть Поскольку Владелец машины Я То есть Я с ней постоянно То есть Только мне заметно Что стекла Стали такие Более Приглушенные Ну вот Опять же Смотреть на закат Может чуть-чуть Видно Вот эту Желтизну стекла Маленькую То есть Опять же Вот эта вот Радужная Штучка Позвонила сейчас Денис Как раз Предложил Встретиться Также забыл Сказать Опять же Что Поменяла Передние Колодки Поставила я Гранта Спорт 14 Вроде Ездит Хорошо Мне осталось Только поставить Именно диски Новые Тормозные Чтобы уже Ушел Этот Небольшое Так скажем Дребезжание Вот это Биение В руль При торможении Потому что Диски брались Бушные Сприоры Они какие-то Там С одной Стороны Какой-то Чуть ломаный Какой-то Засграбанный Задолбанный Диск Не знаю Что с ним Делали Видимо Каким-то Зубилом Убили Что-ли Что на нем Какие-то Прямо Отмечены Вот Видимо Вот они Как раз И долбят В руль Ну Это Думаю В скором Времени Поставлю То есть Самые Простые Пока На Время Поставлю А потом Я хочу Поставить 15 Тормозные Диски Только На Первые Это Назад 13 Оставлю Но Только Вентилируемые Так Всем Снова Привет Переместились Мы Немного Вперед На Три Дня Что Изменилось За Эти Три Дня Мы Сделали Сход Развал На Спарже То есть Теперь У меня Руль Стоит Немножко Криво Но Дело В том Что У нас Получается Ну Как У 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 Стоит Руль Немножко Криво Неудобно Но В Принципе Это Временно Вот Такие У 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 Немножко катали первый раз порвалась пленка второй раз вот только нормально закатали и на этом закончилась оказывается у меня косячные стекла я сам в этом убедился правда обидно ну ладно чушь поделать надеюсь вам понравилось не переключайтесь субтитры сделал DimaTorzok